Чистки. Так называют новую кадровую политику днепровских чиновников, руководителей школ, которым не продлили контракты. Таких уже шестеро. Говорят, причины мне поясняют. В ситуации разбиралась Елена Миндалюк. Ольга Шульган уже два с половиной месяца как бывший директор школы номер 16. Рассказывает, трудовую книжку на руки получила в августе. И говорит, уже второй раз городские чиновники снимают ее с должности. В прошлом году ей вынесли выговор и уволили. Она восстановилась через сутки, в июле этого года. Выговор за то, что я требовала логопеда в школу. Потому что на тот момент было 30 человек детей, учеников с инклюзивной формой обучения, которым был медико-педагогической областной комиссией, рекомендован логопед. Но логопеда в школе не было. Тамара Стеблина из кресла директора учебно-воспитательного комплекса номер 139 вынужденно пересела в кресло заведующей. А ты бабуся твоя тут? Ось бабуся, ось дедуся, ось еще одна бабуся. В октябре у женщины истек срок контракта, по которому ее назначили руководителем школы. Продлить его чиновники отказались. Почему? Объяснение Тамара Стеблина так и не получила. Хотя, говорит, нареканий на ее работу не было. Школе отдала 28 лет жизни. Не было мотивации, за какой причиной я уже не буду директором. Понимаете? Мне просто показали, вы должны тут расписаться и тут. Пожалуйста, вашу трудовую с вами контракт не подписали. Подобным образом не у руля оказались еще четыре руководителя школ Днепра. Чиновники утверждают, имели веские причины. К примеру, один из директоров абсолютно не занимался хозяйственными делами школы. Другая закрыла глаза на изберение ученика. К тому же, по новому закону об образовании, директора школ назначаются на конкурсной основе. Отбор будет в июне. Все, кому сейчас не продлили контракт, могут принять участие. В те времена, когда директор школы принимался на работу и бесконечно пожизненно был директором школы. И что бы он ни совершил, какие бы преступления, какие бы проступки, его невозможно было уволить, они прошли. Директоров, которым не продлят контракт, будет еще несколько, анонсируют в городском совете. Но те при желании могут остаться в школе, преподавать или заведующими. Бывшие директора вовсе не жертвы, говорит активист Вадим Мирошник. А новации в части кадровой политики считает вполне логичными. Конкурсная основа, в моем понимании, сразу показывает, кто есть кто. Потому что для того, чтобы пройти какой-то конкурс, нужно себя как-то проявить в той старой системе. Конкурса на место директора не было. То бишь, директор назначался директором школы, становился благодаря каким-то там кулуарным решениям. И он был один-единственный. То есть, альтернативы не было. На данном этапе это исключается. Не согласные с решением чиновников о непродлении контракта могут оспорить его в суде. Именно так намерена поступить Ольга Шульган. Женщина уже готовит иск. Елена Магалюк и Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.